Январь самый холодный месяц в году, а скоро зима пустит в ход самое тяжелое оружие – крещенские морозы. Согласитесь, приятного мало, но что делать? Ведь на работу ходить надо, гулять надо. Значит, что будем делать? Правильно – утепляться. За советами, как это правильно сделать, приехали в Рассказово. У молодых отцов, гуляющих подолгу со своими сыновьями, свои хитрости, как не замерзнуть. Чай попить тёпленький, с метком, чтобы не болеть. И одеться потеплее. Одежда какая должна быть? Куртка на чём должна быть? Куртка на пуху, чтобы не замёрзнуть. А носки Рассказовские обязательно? Конечно, наши Рассказовские носки, чтобы потеплее ножки не мёрзли. И варежки, наверное. И варежки, само собой, да. А вы свои дома оставите? Нет, с собой. Верю, верю. Восемь и носки, и варежки. Но пока ещё не было морозов, поэтому сильно не утепляемся, но уже готовы. А носите именно Рассказовского производства носки и варежки? Конечно, всё местное, всё своё. Кстати, о носках. Не взглянуть на местный ассортимент было бы преступлением. На Рассказовском рынке не только носки, есть и варежки, и шарфы. В общем, всё, чтобы встретить холода во всеоружии. Глаза при таком обильном выборе разбегаются, поэтому без эксперта не обойтись. Знакомьтесь, это Ольга Алексеевна Михайлова. Стаж вязания – 50 лет. Ваш выбор всегда падает на то, что вот по длине, скажем так, чтобы вот голенище закрывало? Нет, это в зависимости от настроения, от погоды и так далее. Погода играет главную роль. Если сейчас зазиме, холодно, вот мы ходили, у меня ножки начинают зябнуть, значит, нужно что-то другое уже поменять. Там у меня короткие носочки. А вот, значит, берём какие? Длинненькие, вот такие. Да, на сегодняшний день нужно удлинённые, да. С размером определились, а что насчёт вязки? Изделия, выполненные на машинке, тоньше того, что родилось на спицах. А значит, жизнь носка не будет такой долгой, как хотелось бы. Кто делает на заказ, пусть подорожно, на полсотни, на сотню, но зато будет уже понятно, что и носочек не сотрётся, и пяточка не порвётся, потому что там на заказ обязательно вяжут синтетическую ниточку, тоненькую, но прочную. Теперь позаботимся о наших руках. На холодную зиму берём не перчатки, а варежки. Но из какой нити их выбрать? Ольга Алексеевна ведёт за консультацией к своей поставщице пряжи. С акрил это. Есть с мериносом вот такая. Меринос – это шерсть лам. Есть обычная шерсть овцы, а это шерсть лам. Есть вот англора, это махер пуховый. Но эта шерсть не чистая, она вот какие-то добавления синтетические, да, задержит? Добавляет, чтобы не садилось. Если производитель вот добавляет, они скручивают много-много ниточек, чтобы они потом объёмно остановились. Получаются вот такие. Они не садятся, когда стираются. На ваш взгляд, самые тёплые носки и варежки из какой шерсти получаются? Пуховые, конечно. Пуховые. А у вас пух есть? Конечно, есть. Пряжа из пуха будет стоить дороже. Ольга Алексеевна такую берёт не торгуясь, чтобы сотворить дома очередной вязаный шедевр для внуков. Ну, а сейчас, уйдя на пенсию, я, честно говоря, руки согреваю. Потому что сердечно-сосудистый всё-таки даёт о себе знать. И что-нибудь свяжешь. И себе, и близким, и в подарки. Люди радуются, и я рада. Интернет пестрит советами, что делать, чтобы в морозы было не так зябко находиться на улице. Кто-то советует купить тёплые стельки, кто-то плотно поесть перед прогулкой. Ну, а мы послушаем проверенные способы. Самый распространённый вариант, им и я пользовалась, когда детки росли, что в носочки надо насыпать горчички, ну, чайной ложечкой, полчайной ложечки. Она будет согревать. Так что скорее берите советы на вооружение. Зима с нами пробудет как минимум ещё два месяца. Марина Корякина, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей.